Значит, определение. Так, но все поняли, что инъективное – это двойственное к проективному, и поэтому я ничего не должен говорить. Нужно просто взять все картинки и обратить стрелки, значит, то есть сказать, что 0, A, B, Q, значит, тогда существует здесь, то есть если у нас есть здесь и здесь, то существует это здесь. Так, но далеко не единственный. Так, в этом случае Q называется инъективным. Q называется инъективным объектом в категории С, если для любого мономорфизма, там было эпиморфизма, да, значит, мономорфизма. Но вы все уже усвоили двойственность, да? Фи из А в Б и любого морфизма, а Пси из А в Q, значит, существует это. Такое, что Пси равняется Фи на это. Так, а теперь перечисляйте мне свойства, которые я вам формулировал для проективных. Что там я первое сформулировал? Что это в точности значит, что для инъективного объекта контравариантный функтор точен справа, то есть точен, но поскольку слева он всегда точен, значит точен справа, правда, да? Так, значит, ну вот, давайте формулируем лему. Так, ну доказывать уже здесь ничего не нужно, поскольку все доказательства получаются переворачиванием, обращением стрелок в доказательствах, значит, предыдущего параграфа. Ну не предыдущего, а через один. Но, к сожалению, к модулям это не относится, поскольку двойственная категория модулей не является категорией модулей. И в категориях модулей над кольцом проективные и инъективные модули устроены абсолютно по-разному. В этом проблема. Понимаете, да? Мы даже в самой категории работать. Мы не можем перейти в двойственной категории. Так, значит, вот предложение 1, хом q-инъективен, эквивалент потому, что хом в категории c в q точен. Ну понятно, что здесь сказано, здесь сказано следующее, что если 0 a b c 0, то отсюда следует, что значит 0 хом c q, хом b q, хом c а q точен. Так, значит, ну да. Так, что второе было? Что там утверждалось про проективные объекты? Ну так расщепляется, значит, потому что любой монаморфизм из инъективного объекта является ретракцией. Является, чего коритра? Является, ну, в обратную сторону существует. Предложение 2. Ретракция, наоборот, существует ретракция. Правильно, да? Существует ретракция. То есть 0 q a b, значит, расщепляется. То есть существует... Опс, это-то существует, да. Вот это существует. Существует... Ну как мы его обозначим? Буквкой р. Вот. Так, ну и то же самое, значит. Так, предложение 3. Что там было? Прямая ко-произведение, да? Ну, значит, все куиты инъективны. Так, отлично. Значит, что там еще было из общих фактов? Там был какой-нибудь еще общий факт? А? Ну, извините. Извините. Так, значит, я думаю, что я еще хотел вам сказать в этом жанре или нет? Так... Так, ну я вам остальное уже для модулей говорил. Правда, да? Что-нибудь еще для объектов было? Не было. Значит, инъективные модули. Доказательство восстановить. По аналогии... Да не по аналогии, а по двойственности. Значит, следующий параграф, инъективные модули. Вот. Ну, понятно, что ку называется инъективным модулем. Это, значит, инъективный объект категории модули. Ну, понятно, что бывают правые и левые. Значит, левый и правый. Мы о каких будем говорить? Ну, в зависимости от того, где мы хотим писать... Где мы хотим писать... Отображение. Где мы хотим писать гомоморфизм. Вот. Но на самом деле здесь все намного сложнее, непривычнее. Потому что... Но мы знаем, что каждый модуль является фактором модулем проективного. Но на самом деле уже фактором модулем свободного. А вопрос... Верно ли, что каждый модуль является под модулем инъективного? Да или нет? Верно ли, что каждый модуль является под модулем инъективного? Да или нет? Нет, потому что иначе этого не было проблемой. Да, но доказывается сложнее. А? Значит, на самом деле в доказательствах вот такие и такого рода вложений, но там для произвольных модулей это делается просто... В доказательстве нужно использовать актиму выбора. Значит, лемуцорно там, что-нибудь в таком духе. Вот, то есть это так, да. Но это другого порядка факт немножко, чем первый. Вот этот элементарный, этот менее элементарный. Так, он основан на такой характеризации, которую я, пожалуй, не буду доказывать. Я знаю доказательства, но просто сейчас времени нету. Значит, предложение такое, что Q инъективен в том и только том случае, когда для любого идеала и конца R и любого гомоморфизма, для любого гомоморфизма, значит, так, как мы там его обозначали, этот гомоморфизм? И любого гомоморфизма Пси из идеала И в Q существует элемент У из Q, такой, что для любого лямбда из И Пси от лямбда равняется лямбда У. Равняется У лямбда. Ну, раз мы пишем оператор и слева, то нужно писать. Чего? Ну да, правильно. Правые модули. Вот доказательства. Вот в эту сторону это очевидно. А в эту сторону это очевидно. Вот почему? Потому что мы рисуем вот такую диаграмму инъективности. Ну, тогда здесь существует отображение ЭТО, и тогда мы полагаем У равным ЭТО от единицы. Так, да. Вот. А вот в обратную сторону это, извиняюсь, называется лямбда Куратовского цирна. То есть нужно посмотреть на все продолжения. И предположим, что мы там взяли среди всех… Понятно, что такое продолжение, да? Продолжение – это, значит, это больший идеал, такой, на который можно продолжить ЭТО Пси. И мы взяли среди всех таких продолжений по лямбе Куратовского цирна существует максимальный элемент. Ну, поскольку это относительно вложения для идеалов это упорядочено, значит, там существует максимальный элемент. Максимальный элемент. Вот. И нужно показать, что этот максимальный элемент обязан совпадать… Идеал обязан совпадать с ЭР. Так, почему? Ну, либо он совпадает, либо он не совпадает. Тогда взяли элемент, который не принадлежит. Ну, на один-то элемент мы можем продолжить. Вот. И вот таким образом это доказывается и обычно проверяется, очень часто проверяется именно в таком виде. Вот. Но так отсюда что вытекает? Вот то, что я вам уже говорил, что инъективные модули, ну, по крайней мере, значит, для областей целостности, это в точности, ну, в каких-то случаях в точности, да, в точности делимые модули. Так. То есть те, в которых можно разделить на любой элемент кольца. Ну, например, как выглядит типичный инъективный модуль? И вы увидите, что это принципиально другого типа вещь, чем проективный модуль уже для кольца целых чисел. Так. Дело в том, что как-то там с конечно порожденными инъективными модулями довольно плохо. Сейчас мы увидим, почему. Вот. Значит, как выглядит типичный инъективный модуль? Так. Ну, вот. Значит, какое должно быть необходимое условие? Так. Какое должно быть необходимое условие для этого? Ну, во-первых, если Р равно К поле, понятно, что все модули свободны. В этом случае инъективный, то же самое, что проективный, то же самое, что свободный. Вот. Нет сомнений. Так. Ну, понятно, да? Ну, поскольку любой модуль выделяется прямым слагаемым, любой мономорфизм, там, мы взяли на факторе просто задли нулями, на любом дополнении задли нулями. Вот. Значит, а вот интереснее, скажем, Р равно З. Ну, верно, вот что. И это как раз ровно я вам приводил пример, когда мы обсуждали, что Хом не является точным. Что заведомо должно быть, выполняться для инъективного модуля? Заведомо инъективный модуль должен быть делим. Почему? Ну, по крайней мере, над областью целостности. Пусть нас Р – это область целостности. Так. Лемма. Любой инъективный модуль делим. Ну, вот в старых русских книгах это называлось полный. Так, значит, но полный использовался как перевод английского divisible. Мы на всех остальных языках divisible. Поэтому все-таки правильно говорить делим, наверное, так сказать, терминологически. Так, это значит следующее, что для любого У из Ку и любого лямбда из Р, не равного нулю, существует В из Ку такое, что У равно лямбда В. Так, однозначно делим, если такое В единственное. Это значит, что такое В единственное. Ну и тогда можно написать В равняется единице делить на лямбда У. Понятно, да? Если он однозначно делим. Но я не сказал, что однозначно делим. Так, ну откуда это вытекает? Ну это получается так. Доказательство нужно посмотреть на такую диаграмму. Нуль, Р, Р, лямбда. Так, это инъекция. Мономорфизм, правда? Для области целостности. Для ненулевого лямбда, правда? Так, значит, теперь мы взяли отображение, которое переводит единицу в В, да? Понятно, да? Единица пошла в В. Так, а теперь куда же должна здесь единица пойти? Ну понятно, здесь единица должна пойти в какой-то элемент, такой, что В равняется лямбда У. Чтобы это было коммутативным, правда? Так, это я доказал в какую сторону? Это я доказал, что инъективный модуль делим. А, а я ничего другого не утверждал. Но над Z это в точности эквивалентно. Значит, над Z инъективные Абелевы группы, это в точности делимые группы. Как выглядит типичная делимая группа? Так, ну если она однозначно делимая, то это, я извиняюсь, векторное пространство над Q. И где оно было конечно порожденным над Z? Представили себе, да? Сколько там нужно взять элементов? То есть там ранг один, там двух линей независимых элементов нету. Поэтому ранг один, но при этом бесконечно порожденная. Ну потому что для бесконечно порожденных наша структурная теорема не работает. Для конечно порожденных модулей, правда, да? Так, то есть типичный пример инъективного модуля А над Z это Q. Так, ну что Q инъективен, это понятно, да? Он просто однозначно делим, и там, ну достаточно проверять вот это вот, то что я не доказывал. А это проверяется вот так, как я сказал примерно. Понятно, да? Значит, вот, то есть, значит, инъективный модуль над Z это Q, но, Абелева группа, да, но на самом деле там есть другие инъективные модулы. Вот такой, например. Так, понятно, что это такое, это рациональные точки на окружности, образы рациональных тоже на окружности. Так, вот, тоже себя вполне делимая группа, хотя и неоднозначно делимая, но, тем не менее, инъективная как модуль. Вот типичный инъективный модуль выглядит вот так вот. Так, а теперь представьте себе, как выглядит типичный проективный модуль. Типичный проективный модуль выглядит как Z в степени N. Вот это проективный, а это инъективный. Так, ну, осознайте разницу. Ну, абсолютно разные. Так, абсолютно разные, потому что это огромная вещь, но при этом там линейно независимых элементов нету. А это, так сказать, маленькая вещь, но, так сказать, торчащая в разные стороны. Понимаете, да? Абсолютно разные вещи. Ну, и, пожалуй, да, и, пожалуй, я закончу на теореме, что теорема, что если R область целостности, но, которая также примерно доказывается, область целостности, то тогда модуль Q без кручения, то тогда это просто эквивалентность. То есть Q инъективен в том и том случае, когда Q делим. Параграф. Плоские модули. Так, чем это отличается от того, от проективных модулей и инъективных модулей? Там я что вначале определял? Объекты. Объекты. Так, почему? Потому что HOME, он, так сказать, объективно существует в любой абелевой категории. А здесь я буду говорить про вот этот функтор, который, может, тоже существует, но это нужно определять какие-то другие категории, там, моноидальные категории, чего мне делать не хочется. Вот. И поэтому я просто буду говорить сразу о модулях, а не об объектах. Значит, а модули, плоские модули оказываются теснейшим образом связаны с проективными. То есть на самом деле это значит, что, видимо, мы проективные модули просто неправильно определяем. Их нужно определять как плоские. Вот. Значит, а для, конечно, представимых модулей это одно и то же. Вот. Значит, так, ну вам плоские левые или плоские правые определить? Ну понятно, да? Определение. Значит, R, так, E, правый R-модуль называется плоским. Если, ну вот, функтор тензорного умножения на E, так, откуда, куда он бьет? Он бьет из левых модулей в абелевые группы, если этот функтор точен. Так, понятно, что сказано? Сказано следующее, что мы взяли последовательность модулей. Так, и этой последовательности модулей сопоставляется следующая точная последовательность. Ну понятно, что такое плоский плоский левый R-модуль, правда, да? Это значит, что вот функтор тензорного умножения, где он справа стоит, будет точным. Я уж не буду рисовать, что это значит. Это значит то же самое с переставленными множителями, правда, да? Вот, значит, как устроены плоские модули? Вот, ну, во-первых, они устроены так. Но в категории модулей уже есть прямая сумма, которая является к произведению. Так, значит, так тогда верно вот что. Значит, как устроены плоские модули? Первое вот что, что свободный модуль плоский. Ну что там, там базис есть, понятно, да? Вот, значит, то есть когда мы умножаем на свободный модуль, то понятно, что мономорфизм переходит в мономорфизм. То есть умножение на свободный модуль, это просто, вы понимаете, что сопоставляет умножение на свободный модуль? Сопоставляет прямую сумму нескольких когналтаров А, отображение покомпонентное, в прямую сумму нескольких когналтаров В. То есть мы это просто отображение размножаем. Но понятно, что оно остается инъективным. Так, значит, ну и второе, то же самое рассуждение с заменой базиса на прямые суммы. Байос, это частный случай прямой суммы. Значит, прямая сумма модулей плоский, в том и том случае, когда каждый из них плоский. Ну понятно, да, каждый из них остается инъективным, но тогда, так сказать, мы размножаем, да, и покомпонентно, да, и это остается инъективным. Ну и наоборот, если все по компонентной инъективным, то на каждой компоненте тоже инъективным. Вот, значит, так, и что же отсюда вытекает-то? О, отсюда вытекает, что проективный модуль плоский. Так, то есть понятно, что мы установили удивительную вещь. Мы установили, что, значит, если модуль делает на первом месте, делает хом точно, то он делает тензилное произведение тоже точно. А вот верно ли обратное? Так, значит, верно ли обратное? Обратное неверно, значит, но ответ точно, значит, ответ точно известен. Так, ответ называется следующим образом. На самом деле, есть для плоских модулей более общая конструкция, чем прямая сумма. Значит, а именно пределы. То есть яиты и плоские, отсюда следует, что предел яитых плоский. Но предел проективных, что он не обязательно проективен. Он проективен только если он конечен, а в общем случае нет. Так, и вот оказывается, что вот этой конструкции уже достаточно, чтобы из проективных модулей получить все плоские модули. Это называется теорема Говорова-Лазара, которую я, естественно, доказывать не буду. В Бурбаке она называется просто теоремой Лазара. Так, но во всех переводах, значит, на русский язык, всех книг по этой науке, там приводится ссылка, которая говорит, что Говоров опубликовал эту теорему там, типа, на полгода раньше, но в сибирском математическом журнале. Поэтому пока ее переводили, так сказать, ее уже успели назвать теоремой Лазара. Вот, значит, эта теорема утверждает вот что, что любой плоский модуль над R является индуктивным пределом поитых, где поитые проективные модули конечного ранга. Ну, конечно, порожденные проективные модули. Ну, и на самом деле верно и обратно, до некоторой степени. Значит, обратно, конечнопредставимый плоский модуль проективен. Так, конечнопредставимый, вы понимаете, в чем разница между конечной порожденностью и конечной представимостью. Что, значит, конечнопрожденное и конечное число образующих, а конечнопредставимого, кроме того, конечное число соотношений. То есть ядро тоже конечнопрождено. Понимаете, да? Ну, свободно порожденный модуль конечного ранга, конечно, представим модуль, это модуль, который является фактором свободного модуля конечного ранга, где ядро тоже имеет конечный ранг. А вообще говоря, это совершенно не обязательно ведь, правда, да? Значит, для некомуттивных колец. Вот уж точно. Так, ну вот, ну, типичная конструкция, которая дает плоские модули, не конечнопрожденная, это конструкция локализации. Так, значит, а именно, вот типичная конструкция плоских, не конечнопрожденных модулей, это локализация. Вот пусть у нас R, это, допустим, коммутативное кольцо, а S мультипликативная система. Так, тогда, значит, S минус 1 на дыр, помните, что это такое, да? Это мы обсуждали, когда обсуждали дроби рациональные, правда? Да. Так, значит, это плоский R модуль. Вот, но как-то с конечной порожденностью здесь совсем плохо, в общем случае. Ну, например, возьмите просто R область целостности. А S возьмите, в качестве S возьмите все ненулевые элементы R. Ну, тогда S минус 1 и R это QR. Ну, понятно, да, Z это Q. Ну, это тот случай, который мы только что обсуждали, правда? Так, вот типичный пример плоского модуля, который сам по себе не является проективным. Понимаете, да, потому что если бы он был проективным, то был бы свободным, а как-то со свободой там плохо, потому что там два любые элемента линейно зависимы. Но при этом он является пределом проективных. Все понимают, что Q, ну, давайте, чего уж там, я скажу так. Ну, да, значит, Q, например, можно получить как предел, значит, единица делить на NZ. Ну, понятно, да, отсутствие делимости. Понятно, как они вкладываются друг в друга? Ну, больше, обратной делимости, да, больше, меньше вкладывается, ну, если M делит N, то тогда единица делить на M вкладывается в единица делить на N, правда? А? И мы можем перейти к пределу по этому и получим все рациональные числа. Так, то есть вот это типичный пример к этой теореме, что вот мы взяли предел модулей ранга 1 проективных, свободных, они все свободны, проективные модули над, конечно, порожденные над Z. Так, и получили бесконечно порожденный модуль в качестве предела, но который по этой теореме все еще будет плоским. То есть он внезапно оказался инъективным в этом случае. Так, вот, значит, но там кручение не может быть, да, кручение там не может быть, то есть Q по Z не будет плоским. Он будет инъективным, но не будет плоским. Так, то есть это реально другой класс и чрезвычайно важный. То есть вот технически там во всех вещах, связанных с алгебраической геометрией там и так далее, вот реально это чрезвычайно важный класс модулей. Так, но сейчас просто у нас абсолютно нет времени, значит, об этом говорить, поскольку я хочу хотя бы сформулировать, я как-то планировал, что я хотя бы 2-3 такого типа леммы докажу, значит, я хочу сформулировать последние 7 вопросов. Да, мне хватит. Так, последние 7 вопросов для экзамена, значит, связанных с диаграммным поиском, это те леммы, которые мы будем использовать в, значит, следующем семестре. Так, для этого мы должны научиться, ну это, я вам говорю, нужно пальцем водить по диаграммам, конечно, хорошо бы, чтобы кто-то первый раз показал, значит, но если нет, то придется вам учиться самим. Ну что делать? Так, если у нас нет в этом семестре еще одной лекции, а на следующем мне это переносить не хочется, потому что как-то мы и так, по сравнению с нашим учебным планом замечательным, отстаем несколько. Потому что, ну я вам говорил, что мы это делаем первый раз, и не только мы, а вообще кто бы то ни был, это делает первый раз у нас в стране. Поэтому, значит, никто не знает, сложно это рассказывать в общем курсе или нет. Значит, диаграммный поиск. Так, вот сейчас, значит, я сформулирую семь лемм, которые войдут в экзамен с доказательствами. Значит, лемма о трех гомоморфизмах. А? А? А девяти. А три крест три. А? А вы знаете все их? Нет. А, вы просто решили трех, четырех, пять. А, вы просто решили трех, четырех, пять. Так, значит, лемма о трех гомоморфизмах. Вот, эти вот леммы о трех, пяти и четырех, они в таком порядке идут, а четырех более общие, чем о пяти. Значит, вот, они у меня написаны в линейной алгебре, которую я вам посылал. А остальные я туда не успел дописать, так сказать, поскольку на самом деле эти леммы относятся к линейной алгебре. Здесь ничего, кроме линейной алгебры, нету. Так, значит, пусть строки. Так, и это все происходит в какой-то категории абелевой С. Так, абелевой категории. Но почему-то внезапно я здесь начинаю писать какие-то элементы и так далее. Но считайте, что вы работаете в категории R-модулей. Так, вы ничего не потеряете. То, что вы докажете по теореме Фрейда Митчелла, будет верно для любой категории. И может быть доказано, используя только свой стабелевый категорий, но пойдите придумайте такое доказательство без элементов. Вот это будет упражнение изрядное. Вот это вот стоит всем проделать реально, чтобы научиться. Вот. Значит, время от трех гоморфизма. Пусть строки коммутативной диаграммы точны. Так, значит, здесь два предположения, что диаграммы коммутативные и что строки точны. Значит, У1, У2, У3, Фи1, Фи2, В1, В2, В3. Так, я не буду отклоняться от своих обозначений. Пи, Ро, Сигма. Значит, диаграмма коммутативна и строки точны. Так, тогда, первое, если Сигма инъективна, то пересечение образов. Так, ну, видите, я пишу о пересечении образов. Понятно, что это еще нужно сформулировать. Что это значит? Я вам не объяснял, что это значит в произвольной категории. Так, значит, есть в произвольной обелевой категории. Есть вот это вот. Так, ну, я пишу явно композицию, чтобы не запутаться с порядком. Это раз и два. Значит, если, так, ну, понятно, двойственно, Пи, все объективно. Так, ну, совершенно понятно, что тут понятно. Понятно, что вот это содержится здесь. Вот это очевидно. А вот в обратную сторону это называется, называется диаграмм чейзинг. Так, значит, если все объективно, то, так, ну, скажите-ка мне, что нужно, а что заменить? Что нужно, а что заменить? Образ на? Ядр. Да. А пересечение на? А? А что, объединение под модулей будет под модулем? Нет. На сумму. Значит, объединение, сумма ядра Ру и… Так, ну, я здесь пишу образы Фи-1, а вы мне скажите, почему же это будет то же самое, что там? Ну, потому что это равно… Да, это равно ядру Фи-2. Вот, равно ядру Пси, значит, кружочек Ру и равно ядру Сигма кружочек Фи-2. Так, вот эта вот лемма о трех гомоморфизмах, ну, до качества занимает полстраницы у меня в тексте, но попробуйте его, значит, получить сами. Так, значит, теперь следующий факт. Так, следующий вопрос. Лемма о пяти гомоморфизмах. А, Влад предположил, что потом будет лемма о шести, семи… правильно, да? Ну да. Ну да. Ну да. Значит, дальше там проблема будет состоять в том, что в разных книжках формулируются немножко разные леммы, значит, и там чуть усиливается условие, чуть-чуть усиливается заключение, там, и так далее. параграф лемма о пяти гомоморфизмах. Я повторяю, что все это чисто категорные леммы в абелевых категориях, и вот здесь уже даже не будет фигурировать никаких теоретико-множественных вещей. Так, значит, лемма, так, о пяти гомоморфизмах, левая. Значит, такая, вот пусть у нас есть такая картинка. Так, значит, пи-2, пи-1, 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 пи-2, пи-1, 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 пи-2, пи-1, пи-1. Так, ну и предположим, как всегда. А? А? Левая. Это еще правая. Да. Значит, предположим, что… Так, предположение сразу для двух лемм я делаю. Следствие использует все предположения. Предположим, что диаграмма коммутативна. Так, лемма. Поскольку условия общие. Диаграмма коммутативна и строки точны. Значит, левая. Тогда, если пи-2 – эпиморфизм, пи-1 и пи-1 мономорфизма, вот, а тогда пи-1 тоже мономорфизм. Правая. Значит, ну понятно, да. Пи-2 мономорфизм. Посмотрите, что используется в деканстве одной, второй, пи-1 и пи-1 эпиморфизма. Значит, тогда… Значит, тогда… Пи-0 тоже эпиморфизм. В деканстве этих фактов используется не всю. Ну и… Но в деканстве их объединений используется всю. пи-2 эпиморфизм, пи-2 мономорфизм, а пи-1 и пи-1 изоморфизма. Тогда… Пи-0 изоморфизм. Так, ну и в частности, значит, это можно применить к случаю, когда у нас следствие можно применить к случаю двух коротких точных последовательностей. Так, ну представили, да, что вот это эпиморфизм, а это мономорфизм, мы их не рисуем между нулями, да? Понятно, да? То есть если вот это изоморфизм… Ну, да, если это моно-морфизм, то… Центральный моно-морфизм. Если эпиморфизм, то центральный эпиморфизм. А если это изоморфизм, то центральный тоже изоморфизм. Voilà, а значит, лемма о четырех гомо-морфлизмах, она в действительности обобщает эту лему. Значит лемма… параграф лемма а четырех изоморфизм чего гомоморфизмах так нужно резко ускоряться иначе я не успею седьмую лему да значит а четырех гоморфизмах звучит так лемма с обычными предположениями у 1 у 2 у 3 у 4 в 1 в 2 в 3 в 4 значит фи пси я только обозначаю то что фигурирует в условиях а не то что в доказательстве значит чтобы сократить так но с обычными предположениями тогда значит если пи эпи а тау моно то значит во первых ядро сигма равняется фи от ядра ро а а второе образ ро является пси в минус первой от образа сигма понятно да то есть здесь в эту сторону а здесь в эту сторону вот это лемма четырех гомоморфизмах но давайте значит сейчас сформулируем еще что-нибудь типа лемма о змее уже там становится более или лемма о связывающем гомоморфизме вначале еще остается 3 на 3 лемма 3 на 3 лемма я замучаюсь рисовать а там не нужно вообще ничего рисовать там я точечки нарисую вот сейчас мы нарисуем удивительную последовательность связывающую 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 ядра и коядра гомоморфизмов которые вот встраиваются в в такую картинку ну как 3 на 3 в такую картинку так но наверное для этого нужно вначале написать просто вообще связывающий гомоморфизм гомоморфизм 7 минут да так параграф видите я бы я могу так весь семестр рассказывать на самом деле сколько там было вопросов в конце а включенных в список вопросов лемма о связывающем гомоморфизме так значит ну вот пусть у нас есть три модуля два гомоморфизма ну и понятно что здесь мы хотим что все было коммутативным здесь мы должны написать их композицию правда тогда у каждого гомоморфизма есть ядро и коядру а 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 так ну вот здесь довольно легко построить гомоморфизма но вот на самом деле здесь еще можно строить построить гомоморфизм так что все это было коммутативным понятно что мы ничего не предполагаем мы предполагаем что у нас есть два гомоморфизма их композиция строим ядраку ядра так значит последовательности точно и просто вот по значит по определению ядер и коядер да так значит тогда вот можно достроить это до такой диаграммы коммутативной а вот так что эта последовательность по периметру точна а а а что кто точный вот это вот периметр ну и самое сложное это вот построить вот это вот а а да ну а теперь значит лимма змеи так это вариации на тему того же самого значит лимма у 1 в 1 дубль в 1 у 2 в 2 дубль в 2 но где-то еще можно нули порисовать так значит так тогда мы можем писать то то коммутативная диаграмма с точными строками так что то как это обозначил пиро сигма да пиро сигма ядро пи ядро ру ядро сигма ко ядро пи ко ядро ру ко ядро сигма ну и по моему нужно значит здесь писать вот это посмотрите обязательно ли это писать я думаю что так так вот тогда значит вот что тогда можно построить гоморфизмы здесь по моему их значит можно не предполагать так ну вот в общем так тогда вот мы предполагаем как всегда понимаете да мы предполагаем что вот эта штука коммутативная и с точными строками и тогда выводим отсюда что существует вот отображение здесь где нарисовать этот пунктик существует отображение здесь такое что вот эта последовательность точная но если здесь нули нарисовать то может здесь нарисовать 0 если здесь 0 то здесь можно 0 нарисовать там ну и так далее так вот понимаете да но обычно это змея рисуется вот так внутри ну все поняли что вот такая вот последовательность получается с этими ядрами так мы теперь готовим за оставшиеся две минуты 3 на 3 лимма давайте я нарисую ее вы поймете как это нет так но представили себя 3 на 3 давайте я вместо модулей нарисую просто нарисую точки а теперь внезапно скажу что все это короткие точные последовательности то есть дорисую еще 12 нулей но еще и называют 9 лимма как владислав справедливо заметил лимма предположим что она коммутативна предположим что строки точны и предположим что но давайте мне две буквы нужно будет ввести предположим что это можно не предполагать если а предположим что композиция фи и пси равна нулю тогда а если два столбца точны то третий тоже но понятно что если хотя бы один из столбцов центральный то это предположение пустое потому что из точности автоматически вытекает не просто что композиция равна нулю а что в точности образ фи совпадает с ядром понимаете не просто равенство нулю то есть тогда из из точности строк одна столбцов один из которых центральный вытекает точность второго остающегося третьего столбца а вот из точности и крайних точность центрального вытекает только если он является комплексом то есть если композиции равны нулю значит но это лимма в разных вариантах но если вы посмотрите там 10 книг кто вы наберете вот там совокупности эту лимму потому что где-то доказывается вот это вот это точно это точно тогда это точно там где-то что-то еще доказывается ну там